Здравствуйте! На канале ГРТ Новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах. 22 мая апелляционная палата Камрад примет решение по итогам выборов Башкана в Гагаузии. 27 мая в Гагаузии объявлен съезд депутатов всех уровней. В ходе экстренной сессии депутатов Народного собрания председатель юридической комиссии Александр Дюльгер призвал законодателей автономии выйти из парламентской рабочей группы. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией 16 мая провели проверки в Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Они прошли после того, как ЦИК подтвердил результаты второго тура выборов Башкана в Гагаузии, состоявшегося 14 мая. Большинство голосов набрало кандидат от партии ШОР Евгения Гуцул. Согласно пресс-релизу Национального центра по борьбе с коррупцией основанием для проверки в ЦИК Гагаузии является подозрение относительно списков избирателей. На сайте ведомства опубликовано в связи с чем они инициированы. Национальный антикоррупционный центр совместно с Национальной следственной инспекцией под руководством антикоррупционной прокуратуры изъяло списки избирателей из Камрадского суда. Основанием для изъятия документов являются обоснованные подозрения относительно включения в списки избирателей умерших лиц, лиц, находящихся за пределами страны и голосующих от их имени. Таким образом, в результате исполнения уголовно-процессуальных действий по уголовному делу по незаконному финансированию избирательной кампании под купе избирателей возникли обоснованные подозрения, что часть избирателей была организована, доставлена из других округов для голосования за кандидата от политической партии ШОР. Также, согласно опубликованной информации, среди избирателей, проголосовавших за кандидата Евгений Гуцул, есть лица, находящиеся за пределами Республики Молдова и умершие граждане. Следственные мероприятия продолжаются. Председатель ЦИК Гагаузи Яна Коваленко сообщила, что было запрошено изъятие избирательных списков. Происходит выемка списков избирателей по второму туру голосования выборов главы Башкана Гагаузи от 14 мая. Это происходит в моем присутствии и изымаются списки работниками НЦКБ. Они изымают в рамках уголовного дела, возбужденного в 2022 году, и к этому делу были присоединены еще где-то 4 или 5 уголовных дел с 2023 года. О датах этих дел мне неизвестно, и они нам не предоставили информацию. Пресс-секретарь ПАС Адриана Влас на события, происходящие в Гагаузи, заявила, что органы правопорядка должны выполнять свою работу. Она подчеркнула, что ПАС выскажется по поводу результатов и легитимности выборов после того, как прояснят все эти обвинения в мошенничестве и коррупции, и будет принято окончательное решение о признании выборов действительными. Во время проверок сотрудников НЦБК жители автономии высказали свое мнение о ситуации в Гагаузи. Пришли сюда, почему они не признают выборы. Выборы состоялись без нарушений, без ничего. Народ выбрал, свой выбор сделал. Есть башкан. Для этого мы пришли сюда, чтобы не... А то хотят взять бюллетени, что-то там перевернуть с ног на голову опять. Мы живем в Гагаузи, мы защищаем свою Гагаузи. Я здесь родилась и выросла, и вот постарела уже. Я хочу, чтобы у детей было свое будущее. Они все отбирают. Зачем все вот это подняли, вот такой хаос? Это... Все переживаем. Мы же тут родились, выросли у своих детей. У меня есть внуки. Я хочу хорошо жить. В этот же день депутаты Народного собрания Гагаузи провели экстренную сессию, чтобы поддержать решение Центра избиркома автономии об окончательных итогах голосования во втором туре выборов башкана Гагаузи. Воля народа. Это должно быть на первом плане. Мы сами, многие, недовольны выборами, понимаете? Но идти против народа, ну это плюнуть им в лицо. Это совсем неправильно. Поэтому мы защищаем закон. Защищаем ЦИК. Понимаете, в ЦИКе ни одной жалобы нет. Ну ни одной. А где-то там в Кишиневе полно жалоб. Нам уже передают, что там все нарушения. Суда не надо уже. Руководство передало, что уже все, нарушений много. Суды не должны быть. Нет. Зачем мы тогда идем в суд? Мы знаем, с чем там закончится. Центральную избирательную комиссию Гагаузи. Всех членов избирательных комиссий, которые работали на этих выборах. Потому что это чьи-то родители, чьи-то дети. Они имеют свои семьи. Мы должны их защитить. Поэтому хорошо, что коллеги перешли от того, как бы вопрос об утверждении главы Гагаузи на сессии народного собрания. Потому что это не совсем соответствует. Вообще не соответствует законам. А приняли решение о том, чтобы поддержать Центральную избирательную комиссию Гагаузи. Другие органы избирательной автономии, которые участвовали в этих выборах. Для того, чтобы оказать им политическую защиту в этой ситуации. Участники сессии высказались также за то, чтобы правоохранительные органы Молдовы вернули изъятые списки избирателей в оригинале. Чтобы суд мог подтвердить решение ЦИК Гагаузии о признании результатов выборов Башкана Гагаузии. Сегодня у нас есть надругательство над нашими органами, которые созданы в автономии. Это Центральная избирательная комиссия. Сегодня правоохранительные органы Республики Молдовы позволяют каждый день писать обращения. Это не жалобы, я обращаю внимание, это не жалобы. Это обращения, просьбы с намеками на существующие уголовные дела с 2022 года. Что имеет 2022 год к нашей кампании 2023 года до сих пор не могу понять. Но это их правоохранительная система, которая не вправе вмешиваться. Первая проблема, которую нам создали, это отобрали списки избирателей. Предлагаю в обращении, направленном в Центр, истребовать списки избирателей Гагаузского народа, нашу собственность обратно, наши судебные инстанции, для того, чтобы судебная инстанция в рамках правового поля смогла утвердить результаты выборов. Депутаты обратились к руководству Молдовы, дипломатическому корпусу. Следовать букве закона и прекратить давление на Гагаузию призвала действующий башкан автономии Ирина Влах. Относитесь, пожалуйста, с уважением к закону об особом правом статусе Гагаузии. Относитесь с уважением к органам власти Гагаузии. Соблюдайте демократические принципы, верховенство закона, разделение властей. Дайте возможность Центральной избирательной комиссии принимать свои решения, не находясь под давлением. Есть судебные инстанции, которые должны по закону принимать решения об утверждении либо не утверждении выборов, которые происходили в Гагаузии. После заседания депутатов к жителям Гагаузии обратилась Евгения Гуцу. Она поблагодарила депутатов за поддержку. И спасибо вам за поддержку, за то, что вы выезжали на избирательные участки 14 мая, поддержали меня и мою команду. Мы оправдаем ваше доверие. Решение суда о результатах выборов должно быть оглашено в течение 10 дней. Пакет избирательных документов должен быть представлен в апелляционную палату для проверки легитимности выборов. 22 мая апелляционная палата намерена провести заседание по утверждению итогов выбора. Решение не является вступившим в законную силу с момента вынесения. Оно может быть обжаловано в высшую судебную палату. И, соответственно, высшая судебная палата, в случае, если будет подана конституционная жалоба, также выскажется по существу конституционных жалоб, которые могут поступить. Представители ЦИК Гагаузии вызваны в Национальный центр по борьбе с коррупцией для проведения вскрытия изъятых вчера ящиков со списками избирателей, после чего оригиналы списков будут переданы в Камрадский суд. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Влад Табачук, Александр Клеков, Алексей Герчук, ГРТ Новости. Премьер-министр Молдовы Дарин Ричан в начале сегодняшнего заседания правительства обратился к жителям гагаузской автономии. Он призвал к спокойствию и отметил, что учреждения должны функционировать, потому что Конституция страны гарантирует всем гражданам право на справедливый избирательный процесс. Я хочу начать с одного сообщения для наших граждан из гагаузской автономии. Хочу отметить, что никто вместо них не изберет им Башкана. Ни Кишинев, ни Москва. Башкан гагаузской автономии должен быть избран согласно законам Республики Молдова и специальным законам гагаузской автономии. Призываю всех к спокойствию. Органы всех уровней работают, так как Конституция Республики Молдова гарантирует всем гражданам соблюдение их прав. Проблемы, которые были выявлены, задокументированы и будут представлены в соответствующих инстанциях, которые примут решение. Что важно отметить еще раз. Любые выборы, которые будут иметь место в любом уголке Республики Молдова, должны проходить согласно законодательству Республики Молдова с учетом установленных норм. Еще раз хочу отметить для жителей гагаузской автономии, что правительство и дальше будет продолжать работать со всеми ветвями власти гагаузии и со всеми гражданами. То, что мы не будем делать, мы не будем работать с людьми, интересы которых не являются интересами жителей автономии. Народное собрание на экстренном заседании приняло решение о созыве съезда депутатов всех уровней с участием органов власти, аккредитованных в Республике Молдово дипломатических миссий для обсуждения ситуации, сложившейся в автономии в контексте выборов Башкана 14 мая. Также после сессии депутаты НСГ и представители общественности заявили, что 21 мая планируют провести в Гагаузии митинг. В ходе экстренной сессии Народного собрания Гагаузии, которая прошла вечером 16 мая, представитель общественности Гагаузии Михаил Влах заявил, что 21 мая планируется провести на Камрадской площади митинг. Сегодня мы видим такую ситуацию, что если президент страны обозначил, что будет Народное собрание на Национальном площади Молдовы, для того, чтобы было некое единство молдавского народа, я думаю, сама ситуация нас всех подстегнула, потому что мы думали все ехать туда. Она нас позвала, мы тоже часть этого народа, часть этого общества, и мы приблизительно думали пойти туда. Но эти действия сегодняшние подвигли нас к тому, что мы должны сделать свое Народное собрание и собраться на нашей площади, в столице Гагаузии, в городе Камраде, и собраться, и поставить определенные пункты перед съездом депутатов всех уровней, всех созывов, который пройдет 27 мая. В конце концов, хватит уже забалтывать гагаузский народ, хватит вот так вот бесчинно, беспредельно подходить к жителям гагаузской автономии. Мы действительно, как спикер сказал, мы не третий сорт. Мы также работаем, как в Бричанах, как в Бессарабке, как в Чемишлии. Мы часть этого общества, мы часть молдавского народа. И мы являемся государственниками. Если кто-то говорит, что мы сепаратисты, и что мы пятая колонна, мы абсолютно презираем такие действия, когда ставят такое клеймо. Общественный деятель также призвал жителей активно принять участие в запланированных мероприятиях. Всех жителей гагаузской автономии и всех гостей, кто хочет приехать на нашу площадь, города Камрата, города Героя, мы не хотим никаких стычек. Гагаузы – мирный народ, но гагаузы хотят, чтобы их тоже уважали. Мы 21 мая собираем, дополнительно мы скажем время, и дополнительно мы обязательно объявим повестку. 21 мая в Кишиневе по инициативе центральной власти страны пройдет Общенациональное собрание граждан. Ирина Каравла, Табачук, Артем Топал. Новости ГРТ. В ходе экстренной сессии депутатов Народного собрания гагаузы председатель юридической комиссии Александр Дюльгер призвал законодателей автономии выйти из парламентской рабочей группы. Его заявление поддержали и другие представители парламента Молдовы и Народного собрания. При этом свои аргументы представил вице-спикер НСГ Александр Тарнавский, который не согласен с данной позицией. О решении выйти из парламентской рабочей группы на митинге, состоявшемся 16 мая вечером у здания суда Камрат, заявила депутат парламента от партии Шур Регина Апостолова. За полтора года ни о том предложении Народного собрания депутатов Народного собрания, которые входят в состав этой рабочей группы, не были приняты. Депутат НСГ Александр Дюльгер отметил, что после событий, происходящих в автономии, он намерен выйти из парламентской рабочей группы. Предлагается, чтобы мы приостановили участие межпарламентской рабочей группы до тех пор, пока центральные органы власти вернутся в правовое поле для начала. И выстроенные с Гагаузией будут вести равноправный диалог. В знак солидарности с жителями Гагаузии выхожу из рабочей группы парламента и Народного собрания. Об этом сообщил и депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Василий Боля. Поддержать членов ЦИК, но действовать в рамках закона, призвал коллег, вице-спикер НСГ Александр Тарнавский. Обсуждался вопрос о том, чтобы приостановить деятельность депутатов Народного собрания в совместной рабочей группе между парламентом и Народным собранием Гагаузии. Но я рад, что этот вопрос не обсудили сегодня, не приняли решение, потому что у нас единственная официальная площадка, где мы можем отставить полномочия Гагаузии, это как раз рабочая группа между парламентом и Народным собранием. И прекращать диалог и уходить вообще в резервацию, мне кажется, это излишне и неправильно. Парламентская рабочая группа по Гагаузии – это постоянная платформа для диалога между парламентом Республики Молдова и Народным собранием Гагаузии, которое было создано в 2015 году. Целью группы является улучшение функционирования гагаузской автономии в связи с особым статусом АТО «Гагаузия» с 1994 года. Валентина Чубан, Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. Проверка конституционности политической партии ШУР возобновится с 12 июня текущего года, сообщили в Конституционном суде. Напоминаем, что рассмотрение обращения о конституционности партии ШУР началось 10 мая этого года. Депутаты Народного собрания утвердили выделение средств на реализацию незавершенных объектов, а также финансирование новых проектов на сумму 8 миллионов 100 тысяч леев. Подробнее в сюжете Екатерины Михайловой. По ряду проектов регионального значения, утвержденных в бюджете на 2022 год, на сегодняшний день имеются договорные обязательства на сумму почти 2 миллиона леев. Это строительство коммуникаций к индустриальному колледжу в Камрате, ремонт перинатального центра в Чедерлунге и капитальный ремонт стадиона в городе Вулканежте. Как правило, когда говорят о распределении средств, без споров и диалога на повышенных тонах не обходится. Мини-футбольное поле ясно. Вот по трибунам, на какой стадии этот вопрос? Смотрите, выделили, освоили, а трибуны разбиты, так и стоят. Нет, смотрите, по трибунам денег нет, уже освоили. А денег освоили? Ну хорошо, на какой стадии судебной разбирательности? Деньги присвоили, а трибуны нет. Да, пусть коллеги отвечают потом за те слова, которые говорят. Тут уже были такие высказыватели, отправляли счетную палату. Счетная палата проверила, можете ознакомиться с результатами проверки счетной палаты по всем нарушениям, которые есть, а их практически нет. Теперь касательно трибун, касательно трибун, конечно, я еще и в прошлый раз говорил, что там освоено ровно столько, сколько было выполнено. На том этапе, когда мы увидели, что в трибунах имеется трещина, есть подозрение в том, что там некачественно произведены работы. Хотя технодзор подписывал и ставил печать, мы наняли экспертизу. Экспертиза подтвердила наши опасения, что действительно в трибуне есть проблемы, есть трещины. Экспертиза левой. Есть правоохранительные органы для того, чтобы они разобрались и наказали виновных. По словам первого заместителя председателя исполкома Ивана Калиогла, сейчас все материалы дела находятся в правоохранительных органах. Эти и другие вопросы должны были рассматриваться до начала сессии, то есть в профильных комиссиях. Однако, как сообщил депутат Инозга Николай Иванчук, комиссия так и не собралась. При двух башканах 11 миллионов дважды был сделан капремонт, и около 250 миллионов стоит то, что турки вложили и построили здесь. То есть колоссальные деньги. В Чадролунге ни разу не делался ремонт стадиона. И мы попросили эти грешные полтора миллиона, чтобы дали, и опять не учли эти деньги здесь. Когда мы сможем реализовать, чтобы мы выполнили постановление Народного собрания, где прописано выделить деньги. Народные избранники единогласно проголосовали за выделение средств на реализацию 10 новых проектов, два из которых с условием софинансирования из местного бюджета. Но есть еще незавершенные проекты. К примеру, IT-парк в Камрате. Предусмотрена сумма для продолжения ремонтных работ по IT-парку в городе Камрате? Да, сейчас ведут переговоры с GIZ. Финансовые средства из бюджета пока не предусмотрены. Ведутся переговоры с GIZ для выполнения там работы. Если понадобится контрибуция в рамках этого проекта, то будем обращаться. А на какую сумму ведутся переговоры с GIZ? Пока речь идет о порядка 20 миллионов лей. Дело в том, что мы это здание передавали для IT-парка, и мы бы хотели, чтобы эти работы проводились там, потому что уже где-то полтора года там работы никакие не проводятся, они заморожены. Докладчиком по вопросу распределения капитальных инвестиций на текущий год выступил депутат Николай Раям. По его словам, не все премырии предоставляли проекты. Из неосвоенных средств в прошлом году на проекты местного значения будет распределено 7,5 миллиона леев. Полицейские задержали трех мужчин и двух женщин, у которых изъяли 10 видов наркотиков общей стоимостью около 3 миллионов леев, сообщает генеральный инспектор от полиции. Согласно материалам дела, в конце 2022 года студент четвертого курса одного из вузов начал работать курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков. Позже он пополнил свою команду, убедив принять участие свою 19-летию подругу и еще одного 20-летнего парня. Они получали по одному доллару за каждый расфасованный пакет с наркотиками. Фасовкой молодые люди занимались, пока студент был на занятиях. Студенты задержали во время поездки в Кишнев для размещения наркотиков в тайниках. О новостях зарубежья. Разрушительные наводнения в Италии. По меньшей мере три человека погибли и еще трое пропали без вести в регионе Эмилия-Романия после того, как в результате сильных дождей реки вышли из берегов или достигли опасного уровня в нескольких местах. Более 6 тысяч человек были вынуждены переселиться из-за наводнения. Ситуация ухудшается из-за проливных дождей. Оранжевый код для плохой погоды остается в силе в течение следующих нескольких дней. В Молдове проходит глобальная неделя осведомленности о снижении потребления соли. Информационная кампания проходит в этом году с 15 по 21 мая под девизом «Измените свою привычку солить готовые блюда». Цель данной кампании – повысить осведомленность жителей Молдовы о рисках для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением соли и побудить людей изменить свое отношение к соли, чтобы сохранить хорошее здоровье. Тему продолжит Зинаида Ефремова. В Республике Молдова взрослые потребляют в два раза больше соли, чем максимальное количество рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения – до 5 граммов в день. «Почти 80% людей ответили, что они вообще не знают норму и не знают, сколько нужно добавлять. На вопрос, готовые блюда, когда уже накрывается стол, они досаливают дополнительно? Почти все 80% ответили – да, досаливаем, не пробуем. Вот мы к этому и пришли». Чрезмерное потребление соли является фактором риска, благоприятствующим повышению артериального давления, что приводит к возникновению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний и к повышенной смертности. В связи с ними подчеркнула и Лидия Коса. «Мы сделали анализ болезненности и смертности. Посмотрите, что творится по смертности за последние два года. Значит, у нас в Камрадском районе 2231,6 на 100 тысяч населений. Это было предыдущий год. За прошлый год 2361 на тысячу населения. По АТО Гагаузии 2020-86, видите, цифра ниже. Последний год 2261. В Республике Молдова вообще 156,8. Специалисты призывают изменить привычку добавлять соль перед тем, как попробовать пищу. «Соль опасна из-за того, что она содержит натрий и калий. Так каждый из этих продуктов имеет свою функцию. Натрий способен впитывать в себе влагу и не выпускает ее. Поэтому люди, которые потребляют много соли, у них повышается астматическое давление в жидкости. И там дисбаланс образуется между кислотно-шелочным равновесием в организме. И таким образом давление повышается». Заменить соль можно другими специями, зеленью, овощами и фруктами. Также важно сократить потребление продуктов, содержащих повышенное количество соли. Важно и подрастающее поколение научить здоровому питанию. Потреблять соль следует в рекомендуемых пределах – до 5 граммов соли в день. Полный отказ от соли вреден для здоровья. В завершение выпуска о погоде в автономии. В Гагаузии 18 мая ожидается облачная погода без осадков. Ветер от 3 до 9 метров в секунду, температура воздуха. В Камрате днем составит 25 градусов тепла, ночью плюс 13. В Чадр-Лунге днем плюс 25, ночью плюс 12. В Вулкане Аштах днем 25 градусов выше нуля, ночью плюс 13. Смотрите и читайте нас на сайте ГРТМД, на ютуб-канале и в фейсбуке. Оставайтесь с нами. Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!